Сегодня мы в гостях у Виктора Луферова, в его театре «Перекрёсток». Здесь, в небольшом зале, каждый день проходят концерты самых разных авторов. Здесь Виктор поставил свой песенный спектакль «Парад инструментов в красном пальто». Дело в том, что Виктор Луферов не только интереснейший автор, виртуозный гитарист, он закончил внесенку по классу гитары, он ещё владеет не менее чем десятка музыкальных инструментов, серьёзно занимается фольклором и использует это в своих песнях. Я слышала, как он играет на баяне, колёсной лире, всяких духовых инструментах, даже на пиле, на той пиле, которой деревья пилит, смычком играет. В общем, Виктор Луферов – человек-оркестр, ещё человек-театр, легендарные личности. Видите, ну вот, ты говоришь, песни спускаются. То есть вот этот момент какой-то чудесный, их возникновение, мгновение и труднообъяснимый. Но мы же знаем людей, которые вычисляют песни, которые их лепят из каких-то популярных вещей, тем, интонаций компилируют. Тем не менее, они находятся в аудитории. И к ним тоже подходит. Ах, ваша песня меня в какой-то момент там, может быть, развлекла или поддержала. Что, это ложь? Или что? Или это уже другой градус отношений со зрителем? Или это взаимный обман? Автор врёт, а зритель подвирает ему вторичку? Тут, Оля, вот я недавно купил книжечку Ежелеца, надеясь найти, ну, другой какой-то переводчик оказался. И там какой-то Ежелец оказался, ну, абсолютно неинтересный. А я помню, у меня был такой сборник польской поэзии, там два или три афоризма были, но переведённые потрясающие. Вот я просто приведу, отвечу тебе, наверное, сразу. На каждого осла где-то травка проросла. Вот, где-то травка проросла. Травка бывает разной, мы знаем. Вот особенно, когда теперь газоны целые засеиваются такой канадской там травой, или английские газоны там, и всё её косят, она такая маленькая. Ну, есть русские покосы там, или там ещё казахские степи, да, где другая трава. Ты можешь зачеркнуть меня в своей судьбе, пусть неудачникам я прослыву в родне, а мне плевать, что мне не быть уж юным гаё. Матросом плавать я смогу ещё вполне. Да помню, да давал я клятва в юности, да гробовой кинуть, я это не забыл. Но клятвы, как порог родного дома нам чуть-чуть подрос, и вот уже переступил. Но клятвы, как порог родного дома нам чуть-чуть подрос, и вот уже переступил. Я, видно, слишком хорошо воспитан был, чужая боль была надёжной привязью. А про свою я как-то даже позабыл, но вот теперь меня кривая вывезет. Пусть поздно, позднему мне океан скользит мне всем даётся ранняя побудочка. И ветер, чёрт, оттери, дамбай свисти, как старый ботсман, ботсманскую дудочку. И ветер, чёрт, оттери, дамбай свисти, как старый ботсман, ботсманскую дудочку. Уверена мочит облачко на юг, на юг, как одинокий парус по крутой волне. А мне плевать, что мне не быть уж юным гаё. Матросом плавать я смогу ещё вполне. Прощай, прости, не плачь и не горюй. Горюй, пыль, дожит, дрожит в твоей руке стакан. Все стёкла в доме ветром с океаном, вы, биты, хоть далеко далёк отсюда океан. Все стёкла в доме ветром с океаном, вы, биты, хоть далеко далёк отсюда океан. А, дай, тара, дай, дай, тара, дара!